Здравствуйте, дорогие и уважаемые любители вышивки! Сегодня я расскажу вам о своих органайзерах, о логике выбора систем организации нитка-символ и о видах и способах организации, которые я опробовала в своих вышивальных процессах. Самые важные и самые необходимые помощники при вышивании это органайзеры для ниток, игл, символов, потому как ошибки с символами-нитками – это самые частые и распространенные ошибки у вышивальщиц, и именно эти ошибки как раз чреваты самыми большими неприятностями. Понимая это с самого начала, с самых первых своих вышивок, особое внимание я стала уделять организации своих вышивальных процессов. Большие и малые вышивки. Большие и малые органайзеры. Организация малых процессов – вышивок с 10-50 цветами – на день, неделю работы будет отличаться от организации процессов побольше, где цветов ниток уже от 50 до 100 и на вышивку уйдет уже от месяца до полугода. И особенно полезно и логично организовать вышивание больших, многосимвольных вышивок от 100 до 200 цветов с блендами, которые займут у нас уже полгода, год и дольше времени вышивания. Я начну свой рассказ с простого. Большинство производителей вышивальных наборов комплектуют свою продукцию простейшими органайзерами, представляющими из себя полоску картона с дырочками, прорезями, в которых располагают нитки, необходимые для вышивания по номерам или по символам схемы. Здесь добрый производитель позаботился о вышивальщице, и мы можем спокойно вышивать без лишних заморочек. Такая элементарная, простейшая организация прекрасна и достаточна для вышивания небольших вышивок с малым количеством используемых номеров ниток и символов схемы. Картонные органайзеры в виде пустых заготовок можно обнаружить в некоторых наборах, а также легко купить отдельно готовые полоски с готовыми дырочками. На эти полуфабрикаты пишут нужные номера, рисуют символы и развешивают нитки в сами пользователи. Самодельные органайзеры. Вот где мы проявляем свою смекалку и изобретательность, а заодно экономим время и деньги. И много-много вышивок я с удовольствием вышивала, пользуясь собственноручно изготовленными девайсами. Об этом расскажу подробнее. Отрезать полоску картона, пробить в ней отверстия при помощи канцелярского дырокола, надписать номера, нарисовать символы возле каждой дырочки и навесить нужные нитки отрезками удобной длины. Чего же проще? Но я сразу сообразила, что гораздо удобнее вышивать, когда ниточки разобраны и расположены не по порядку номеров, а по символам конкретной схемы. Ведь мы же вышиваем именно счетные символьные схемы. И самое удобное, выбрав символ на схеме, сразу взять с органайзера нужную нитку возле этого же символа, нарисованного возле правильной нитки. И особенно, когда в схеме имеются смешанные цвета. Вместо того, чтобы всякий раз вытаскивать две нитки разных цветов по их номерам из набора или из своего хранилища ниток, потом собирать два цвета вместе, гораздо удобнее, чтобы нужные два цвета уже были заранее подготовлены возле нужного символа. Поэтому основой для моих самодельных органайзеров стал ключ схемы. Здесь желательно наличие дома компьютера, сканера, принтера, элементарное знание графических программ. Сканирую ключ из инструкции или загоняю в Photoshop JPEG ключа, кадрирую, подгоняю удобные размеры, распечатываю, вырезаю, наклеиваю на картонку, пробиваю дырочки напротив символов и супер самодельный органайзер готов. Для Dimensions, для Heritage. И я замечательно вышивала с такой простой и удобной организацией ниток, пока вышивала одной иголкой всю вышивку, перевдевая нитки для каждого следующего символа. И вот наступил момент, когда пришла потребность учиться при вышивании использовать сразу много иголок. Насколько много? Две? Пять? Десять? Обычно по количеству символов в схеме. Многоигольная система вышивания. Первой вышивкой, потребовавшей от меня усовершенствования своей техники шитья, а вместе с этим и улучшения организации процесса, стали желтые розы Тей Гувернер. Многоцветность. Уже больше 60 цветов. Вышивка на льне в одну ниточку. Частая смена цветов. Действительно нелогично, вышив десяток крестиков, а иногда даже один, два, три крестика, выдергивать хвост из иглы и крепить его обратно на органайзер. Быстрее и удобнее воткнуть иглу с ниткой в органайзер напротив символа и взять для следующего цвета новую иглу. Так родился мой первый ниточно-игольный самодельный органайзер. Картонки с ниточками и символами из набора я пришила нитками к длинной деревянной планке. Затем клеем ПВА там же прикрепила полосу пенопласта для втыкания иголочек. Все это сооружение у меня скотчем крепилось к рабочей тумбочке. Вот с таким приспособлением я вышил этот дизайн от начала и до самого конца. Система логичная. От ошибок она меня уберегла. Вышивать помогла замечательно. Но были и явные неудобства. Иголки в пенопласте держались ненадежно. Нитки путались. Приспособление стационарное передвигать и убирать его было бы очень затруднительно. Хорошо, что в доме нет маленьких детей и нет любопытных домашних любимцев. Поэтому, когда я взялась за следующую большую вышивку, аналогично многоцветную, на льне, в одну ниточку, я заботилась приобретением более удобного органайзера для игл. Первым стал специальный иголочный органайзер Пака. И букет Ланарте был вышед с его использованием. Выводы были сделаны сразу. Органайзер неудобен. Практически я столкнулась с теми же проблемами, как у самодельного органайзера. Воткнутые иглы держались ненадежно. Ниточки из разных иголок путались между собой и постоянно выскальзывали из ушка иглы при вытягивании нужной иголки для вышивания. И еще неудобство добавило дублирование приспособлений. Нитки из набора у меня находились на картонках, а иглы содержались отдельно на другом устройстве и со своей системой организации. И всякий раз при начале вышивания очередного символа приходилось совершать кучу совершенно лишних движений. Поэтому я более внимательно присмотрелась к другому продукту фирмы Пака, так называемому ниточному органайзеру. По сути, органайзер Пака для ниток одновременно годится и для игл. Нитки в этом устройстве навешиваются на штырек именно так, как удобно, возле своего символа или номера. Закрепляются нитки в прорези специального фиксирующего материала. Вытаскиваются по одной. Поддеваем ниточку иглой возле штырька и вытягиваем. В то же время вся пасма остается на своем месте. Не надо, как в самодельном органайзере, отвязывать пасму от дырочки, отделять нитку от пасмы, а затем навешивать пасму обратно. Экономим секунды, а то и минуты на каждом вытягивании нитки для вышивания. То есть система организации ниток получилась более рациональная и удобная. И кроме этого, вдобавок, мы получаем прекрасную возможность держать на одном удобном компактном приспособлении вместе с нитками и иглы, совдетые для вышивания ниточкой. Иголочка не втыкается, а аккуратно, легко вкладывается в органайзер возле своего символа. Острие иголки проводим под петельку пасмочки у штырька и заводим под пластмасску напротив окошка с обозначением. А хвост нитки из ушка иглы заправляем в прорезь фиксирующего материала органайзера к навешанным ниткам. Все! Игла зафиксирована надежно, не выпадет и не уколет. Ниточка из иглы также не перепутается и не выскользнет из ушка. А сейчас многие отечественные производители выпускают подобные органайзеры. Покупай и пользуйся! А чтобы эти органайзеры служили надежно и долго, я придерживалась простых принципов. 1. Не навешивать на штырек больше пяти пасмочек. Оптимально 2-3. Если ниток для всей вышивки надо много, значит гружу их на органайзер постепенно, по мере отшивания навешанного. 2. Вытаскивать всегда по одной ниточке за раз. Поддеваю иголочкой одну ниточку, не пасмочку в 6 ниток, а именно одну ниточку у штырька и нерезко, нежно вытягиваю. При этом даже как бы чуть придерживаю пальцем пасмочку под материалом, держащим нитки. Даже если в иглу надо вдеть 5 ниток для вышивания, все равно я тяну их по одной. Кстати, чтобы дополнительно зафиксировать нитки, свисающие с органайзера пака, некоторые вышивальщицы заплетают их в косу. Мне это показалось неудобным, потому что нитки из иголок в косу всякий раз не вплетешь, ведь они получаются короче отдельных пасм. Впрочем, советовать не буду. Попробуйте, поймете, удобно ли это вам. Итак, сначала был куплен один органайзер пака и заряжен нитками для вышивания дизайна стоянки Ивановой. Первое время я полагала, что устройство это лучше всего годится для вышивания таких схем, где одному символу соответствует один номер ниток, то есть для схем в чистых цветах, и где нет разнообразия стежков, и вся вышивка стабильно вышивается одинаковыми крестиками или пятинками с одинаковым количеством ниток в стежке. А Dimensions продолжала вышивать одной иглой самодельными картонными органайзерами. Потом одного органайзера пака стало мало, когда вышивальные аппетиты выросли, и я бралась вышивать одновременно по два и даже по три процесса, и самое главное, меня все больше захватывала гигантомания. Ведь чем больше цветов задействовано вышивке, тем реалистичнее и живописнее она будет получаться. А количество символов на одном органайзере пака 50, по 25 с каждой стороны. Значит, для многоцветных вышивок, для параллельных процессов пришлось повторять покупку. Заряжаю органайзеры ниточками DMC для тюльпанов от A-Gouverneur. Сперва символы я рисовала от руки на картонках-линеечках, прилагаемых в комплекте к органайзеру пака. Потом по лености своей начала собирать все символы для линеечек в фотошопе и распечатывать. Сделала скан пустой линеечки в натуральную величину и, не выходя из фотошопа, вставляла в окошки нужные мне символы, вырезанные инструментиком квадратное выделение из JPEG-а, включая схемы. Потом под каждым символом стала дописывать еще и номера ниток. По окончанию вышивания неиспользованные нитки легко переложить к своим номерам в ниточные закрома, чтобы затем использовать эту нарезку в других процессах. Дальше. Больше. Нет предела совершенству, когда нет покоя рукам и голове. В моих следующих новых вышивках все увеличивалось количество цветов, стали обычными привычными смешанные символы-бленды. Пришло время и вовсе отказаться от одноразовых органайзеров-самоделок. Действительно, зачем тратить на это время и силы, когда для организации ниток-символов у меня есть замечательные, компактные, многоразовые приспособления, специально для этого предназначены. И использовать органайзеры пака оказалось вполне возможно для разных вышивок. Для вышивок разной сложности. Нужно только придумать систему условных обозначений и продумать тактику развешивания ниточек. И это оказалось вовсе не трудным. Для вышивки Небесный дракон Терезы Венцлер смешанные символы, в которых используются два номера ниток, я отмечала в окошке желтым маркером и на один штырек навешивала нитки двух цветов. Значит, для вышивания желтого символа вытаскивала с одного штырька две разные нитки. А розовым и голубым я отмечала те символы, куда нужно было добавлять нить крейника, соответственно, жемчужного и голубого. В процессе экспериментов и проб обнаружилось, что удобно нарезать нитки для смешанных символов вдвое короче, чем для чистых. И когда нужно вышивать символ с одним номером ниток, вытаскиваю длинную нитку, складываю ее вдвое и вдеваю в иглу. А для символа смеси, вытягивая две разные ниточки, короткие, вдеваю их в иглу и получаю для вышивания нитки в игле одинаковой, удобной для меня длины. Для вышивания дизайнов херетаж, где мало символов, я навешивала нитки смешанного цвета на два штырька, один напротив другого, а символ располагала посередине. А для многосимвольных вышивок Dimensions с его разнообразием стежков крест, полукрест, бэкстич, в одну, в две, в три, даже в пять ниток на линейке органайзера надо было поставить условное обозначение крест или полукрест у каждого штырька и надписать поскольку брать ниток. Я отмечала маленькую косую палочку, если это символ полукреста, а если просто символ был без циферек и значков, то по умолчанию это крестик в две ниточки. Там, где в окошке два символа, то тот символ, который выше, это крестик в две ниточки этим цветом, а символ ниже полукрест, а циферка возле означает во сколько ниток полукрест. Для смешанных символов я пишу возле символа дробь, две трети, например, и вешаю на один штырек две пасмочки того цвета, которого надо две нитки, и три пасмочки того цвета, которого надо три ниточки. По ходу смотрю, если дробь, то большее число вытаскиваю того цвета, которого больше на штырьке. Если один к одному, то еще проще. Для каждой конкретной схемы любого производителя можно придумать, как расположить символы в окошках органайзера и как развесить нитки максимально удобным и понятным для себя способом. Органайзеры пака настолько удобны и универсальны, что их можно использовать даже для вышивания миниатюр. Вот моя единственная маленькая вышивка на пластике в 15 цветов от Dimensions. И вот так постепенно я добралась до своей первой серьезной, большой живописной вышивки сосновый бор от Golden Kite. Размер схемы 800 на 500 крестиков, где задействовано 200 символов, из которых 105 смешанные. Четыре органайзера пака обеспечили мне достаточно удобное и безошибочное вышивание этого сложного дизайна. Линейки с символами и номерами ниток я сделала тогда в фотошопе. Но еще проще оказалось сделать то же самое в программе Excel. Ведь не зря все профессиональные производители многосимвольных схем используют в схемах символы, которые имеются в стандартных символьных шрифтах компьютера Крустич 2 и Крустич 3. Но тут возникает вопрос. Как разобрать и запомнить такое множество значков? 200 символов. Это же уму непостижимо. Как не перепутать похожие значки? По какому принципу их сгруппировать? Треугольнички белые и черные с разными направлениями, углов равносторонние и равнобедренные, в похожих очертаниях галочки, птички, стрелки разных направлений и видов, похожие квадратики, особенно много коварных значков среди кружочков и точечек. Самое главное, до начала вышивания необходимо отследить и классифицировать все опасные символы, узнать и понять различия между ними. Логичнее всего расположить такие группы картинок на органайзерах рядом и перед вышиванием внимательно изучить их и понять их похожесть и главное их различия. Четыре органайзера пака и все 200 символов прекрасно и удобно классифицированы. Нарезаны нитки, иглы с ниточками и символы все на одном приспособлении. Для блендов висят два цвета на одном штырьке. Значит, для чистых цветов нарезка один метр и на один штырек вешают три пасмочки, а для блендов по две пасмочки каждого цвета. Всего четыре на штырьке и нарезаны по 50 сантиметров. Метровую пасму разрезаем наполовину. Большинство блендов с хорошо заметной разницей цветов так и висят. А если оттенки очень близкие и почти неразличимые, тогда пасмочки одного из двух цветов можно обвязать тонкой ниточкой контрастного цвета у самого штырька. Символы на органайзерах я собрала по картинкам. Кружочки к кружочкам, треугольнички с треугольничками и так далее. Так легче и быстро, безошибочно находить нужный символ. Возле символа есть номера ниток. Один номер, чистый цвет. Вытягиваю одну нитку. Один метр складываю вдвое, вдеваю в иглу 50 сантиметров и шью. Возле символа бленда два номера ниток. Вытягиваю две ниточки. Вдеваю в иглу и шью. Когда после вышивания остается хвост, иглу савдетой ниткой вкладываю в органайзер к своему символу и к своей пасмочке ниток. Иногда у меня получалось даже по две иглы у символа с нитками разной длины. Ключ, напечатанный на бумаге, для большой схемы с такой организацией можно убрать подальше. Ключ уже не нужен. Вся информация о каждом из символов имеется на органайзере. Система практически исключает ошибки. У меня не случилось ни разу, чтобы я спутала символ. Взять органайзер, достать нужную нитку, одну из двухсот, занимает несколько секунд и ни минуты не теряется на поиски и сверки. Но конструкция паковских органайзеров не рассчитана на вешивание большого количества ниток сразу. Я держу на одном штырьке не больше пяти пасмочек. К тому же, если вышивка растянется на много месяцев, а то и лет, и просто не нужно, чтобы два километра нарезанных ниток болтались и пылились и теребились руками постоянно на рабочих органайзерах. Для больших вышивок оказалось очень важно организовать простую и быструю возможность для доподзарядки рабочих органайзеров нитками. Очень удобно сделать предварительную нарезку всех необходимых ниток для процесса и расположить их удобно и доступно. Для своего самого первого большого процесса я сделала семь табличек органайзеров по номерам ниток, задействованных в моей вышивке. По 20 номеров на табличке. И нарезала все нитки одинаковыми отрезками. Навесила нарезку на картонные органайзеры. Возле каждого номера указаны все символы, в которых данный цвет задействован и цифра расхода ниток данного разработчика ориентирует на количество пасм, которые необходимо подготовить для всей работы. И закрепила это все в папке скоросшиватели, переложив файликами, чтобы нитки не путались. Как заканчиваются нитки у какого-то символа на органайзере пака, я уже вижу и знаю, насколько часто используется этот символ и сколько нужно пасм. Одну или сразу три-четыре. Потом открываю папку с нарезкой и легко вытягиваю нужное количество отрезков нужного номера, уже готовых для зарядки рабочего органайзера. 2009 год. Дела давно минувших дней. Собственно, сейчас я и описала систему формирования современных популярных наборов СТ фирмы лавочки фундучка. Теперь такую удобную организацию можно получить для многоцветной живописной схемы, уже готовенькую в наборах СТ. Нитки расположены по порядку с указанием символов, которые вышиваются каждой ниткой. И готовый комплект оптимизаторов. Это та самая уже готовая группировка символов, расположенных по-всякому вертикально, горизонтально, с крупными значками, с мелкими, на бумаге, на картоне, на клеевой основе, с дырочками для подвески ниток, и с полем и линейки для органайзеров пока. Признаюсь честно, я уже давно не трачу время на организацию своих вышивальных процессов. И тем более на нарезку ниток. Я просто покупаю наборы СТ с готовой организацией и готовой оптимизацией. Но вернемся к органайзерам для больших многоцветных трудоемких живописных вышивок. Первую свою многоцветку от ГК Сосновый Бор я вышивала с помощью органайзеров Пака. Уже на собственном опыте, зная, сколько времени и усилий требует систематизация символов для многоцветки, подготовка органайзера, приобретение канвы и ниток по цветам, нарезка этих километров ниток, распределение их по символам, приступая к Венере, своему первому тысячнику, размер схемы 550 на тысячу крестиков 200 цветов с блендами. Мне уже очень хотелось чтобы кто-то сделал за меня всю эту рутинную работу для такой большой вышивки. Я люблю вышивать наборы и такой набор по своей схеме я заказала у лавочки фундучка. В то время органайзеры Пака были заняты под мои другие небольшие процессы, а идеи, задумок для новых способов организации многосимвольных процессов роилась в голове и обсуждалась у нас на форуме вышивки всерьез и в радость очень много. И уже на своем опыте я почувствовала многие минусы и неудобства использования органайзеров Пака для больших вышивок. Венеру было решено попробовать вышивать с органайзера на трубе. Поначалу длинный рабочий органайзер для игл и ниток я расположила на перекладине станка. Так же как я вышивала перед этим небольшую вышивку фуджика розы. По нескольку заготовок ниток для вышивания для каждого символа я заранее собирала на булавку. Здесь же возле символа в процессе вышивания втыкаются и иглы с остатком ниток. Заготовки добавляются постепенно, когда символ появляется на схеме по порядку вышивания, а основная масса ниток хранилась в папке с набором. В процессе Венеры изменилась и система организации. Рабочий органайзер не совсем удобен и был разделен на 4 части. Оптимизаторы на мягких трубах поселились на новой подставке лесенки для органайзеров от Омоник. Так непросто. За долгое время вышивания я нашла свой любимый и самый удобный вид рабочих органайзеров. Это организация ниток и игл на трубах. Несколько небольших параллельных Венере вышивок Тей Гувернер, стоянки Ивановой, Дименшенс, Фуджика и последующих больших многоцветных вышивок СТ. Осень в березовой роще, Магнолии, в лесу родилась елочка, розы, вышиты с органайзерами на трубах. Мягкие и прочные трубки из пенополистирола утеплителя для труб продаются в строительных магазинах, стоят дешево. Линеечку такую же как в наборе СТ можно сделать и самим для любой схемы. Нитки для вышивания навешиваются на булавку. Из набора или из хранилища из запасов вынимаем две пасмы одного цвета для чистого символа. Разделяем их по нитке, каждую нитку складываю вдвое и петелькой навешиваю на булавку, а одну за другой 12 заготовок уже готовых для вдевания в иглу. Для смешанного цвета беру по одной пасме каждого цвета. Нитки складываются вдвое, разрезаются на две части и собираются на булавку 12 заготовок. Обратите внимание, что возможность ошибки, вероятность взять не ту нитку, уменьшается в 12 раз. Ведь я собираю 12 заготовок сразу. И мне на 12 раз реже приходится обращаться к набору или к запасам ниток, чтобы вдеть в иголку, нитку нужного цвета или номера, ориентируясь как принято по ключу схемы. И ключ схемы на бумаге не нужен совсем. Ведь и символы, и номера ниток уже есть на рабочем органайзере. И когда символ появляется в схеме, я сразу заряжаю на булавку 12 заготовок. Так рабочий органайзер заполняется нитками постепенно. Если символ встречается в схеме где-то далеко, в противоположной части схемы, через несколько месяцев вышивания, то эти несколько месяцев нитки будут спокойно ждать в закрытом хранилище, а не пылиться, не мешаться под рукой в процессе. А после вышивания символа, если остается нитка в иголке, иголка с ниткой втыкается в трубу возле своего символа рядом с булавкой с заготовками. Я пользуюсь подставками для труб от фирмы Оманик. У меня их три для разных процессов. Но можно прекрасно сделать подобные подставки самостоятельно, душевно и удобно из любых подручных материалов. Для этого нужны только очумелые ручки и фантазия. Главное условие подставки должны быть довольно тяжелыми, а если материалы легкие, тогда придется особо надежно закрепить их, чтобы конструкция не двигалась, не крутилась и не заваливалась во время втыкания иголки или снятия нитки. Расстояние между трубами должно быть не меньше 10 сантиметров, чтобы нитки меньше путались. Можно сделать еще для этого дополнительные разделители между трубами. Я протягиваю простые резинки. Почему? Я выбрала трубы и не использую больше пака. С трубы проще и быстрее снять готовую заготовку, чем вытягивать всякий раз иголочкой нитку со штырька органайзера пака. Трубы на подставке закреплены, стоят стационарно. Компактно расположены все 200 символов на удобном расстоянии, так что довольно протянуть руку. А пака приходится брать в руки всякий раз, когда надо взять нитку или воткнуть иголку. При длине нарезки 1 метр длина ниток свисающих с пака 50 сантиметров, а на трубах всего 25. Поэтому нитки свободнее и меньше путаются. На линейках трубы символы можно сделать гораздо крупнее, чем в крохотных окошках пака. Лучше видно символ, быстрее и удобнее находить нужный. Конечно, при всем при этом трубы проигрывают пака, когда в доме маленькие шустрые детки или резвые любопытные кошки-собаки. Тогда, конечно, органайзеры пака вместе с нитками, иголками можно просто держать во время вышивания в закрытой коробке от греха подальше. Выбирайте, какие органайзеры будут удобнее всего для вас. Кстати, вовсе не обязательно покупать пака или аналоги. органайзеры по типу пака нетрудно сделать самому из подручных материалов. И, конечно же, нельзя ставить без внимания еще один очень интересный вид органайзеров. Это вертикальные подвесные органайзеры. Я использую вертикальную организацию для хранения запаса ниток для большого многосильмонного процесса. Все нитки из набора СТ я переселяю в подвесные папки. В магазинах констоваров можно купить специальные коробки сундучки с папками для вертикальной подвески. Разделители бирки для папок я набираю на компьютере, чтобы они были крупными и четкими. На каждой папке будет номер и название набора, номера ниток для каждой папки соответственно номерам на картонках набора. Теперь все нитки спокойно и надежно висят в своих отдельных папочках. Чтобы найти номер не надо перебирать, перелистывать набор. Сразу по разделителю безошибочно поделяю папку, в которой находится нужный цвет. Вынимая из подвески одну папку, другие нитки не тревожатся и не путаются. Папки для подвески стоят недорого, но очень дорогие покупные коробки и закрывающиеся сундучки для папок вертикальной подвески. Я купила один сундучок, который служит мне уже много лет, я вышла с ним уже несколько вышивок СТ. Но покупать второй я уже не стала. Ведь для вертикальной подвески папок прекрасно можно использовать любую коробку. Сделать бортики или пазы для подвески нетрудно. А саму идею вертикального расположения ниточек для вышивания может воплотить и для небольших процессов. Включаем фантазию и привлекаем очумелые ручки. Самым разным видом органайзеров для вышивания и способом их самостоятельного изготовления посвящен у нас целый раздел нашего народного учебника вышивки Органайзеры. Ссылка в описании под видео. Очевидно, что чем тщательнее, логичнее, проще и грамотнее подготовиться к началу вышивки, тем приятнее и легче и главное без ошибок будет проходить весь процесс. А основа подготовки это организация ниток и символов задействованных в схеме. И главные помощницы для вышивальщицы это наши органайзеры для символов ниток и игл.